Приветствую вас. Два аспекта в решении проблемы вашей я бы предложил. Первый аспект касается того, что память возвращает вас в те моменты, как вы говорите, когда вы были вместе, когда вы гуляли, когда у вас все было хорошо, и так далее. Значит, вот такой вопрос. Вопрос, на мой взгляд, достаточно простой. А чем обусловлено возвращение памяти? Да, то есть почему память возвращает вас постоянно вот в то время, когда вы были вместе. Почему? Ответ на этот вопрос, на мой взгляд, достаточно прост. Вы что-то получаете, что-то получали, точнее, для себя в этих отношениях. Ну, что-то вы имели, скажем так. И, соответственно, нужно разобрать, что именно, чтобы понять, как вам получить это отдельно. Как вам получить это без молодого человека. Это вот, наверное, наверное, это одно из самых главных, что нужно вам сделать. Дальше. Следующий аспект. Ну, следующий аспект касается того момента, что вы видите его каждый день, как вы говорите. Понимаю, что это действительно очень тяжело, но, опять-таки, а почему тяжело? Не потому ли, что вы до сих пор одна, например? Не потому ли, что у вас нету молодого человека, который мог бы вам дать то, что вы хотели бы? Не потому ли, что вы вот именно постоянно зацикливаетесь на этом мужчине, да, вот постоянно зацикливаетесь на этом мужчине? По какой причине, собственно говоря? По причине того, что вам нужно что-то, чего вы не получаете? И единственный источник того, единственный источник ваших желаний находится прямо перед вашими глазами. Единственный источник желаний, единственный, единственный возможный источник желаний находится в постоянных перерывах. И, естественно, вы только его и воспринимаете, как возможный вариант для получения того, что вам нужно. А другие варианты, именно из-за, ну, из-за вот этого факта, вы не рассматриваете. И, возможно, вы не можете рассмотреть, не можете рассматривать, потому что это очень тяжело для вас. И тогда, не сложно догадаться, что вам нужно сделать. Ну, я надеюсь, что не сложно догадаться. Нужно переключиться на других мужчин, нужно отвлекаться, нужно проводить время с другими мужчинами, там, с другими людьми просто в компании как-то отдыхать и так далее. Ну, потому что, если вы не будете этого делать, а вы этого сейчас уже не делаете, то как зависимость уйдет? Как вы можете перестать думать о человеке, если он, тем более, если он постоянно перед вашими глазами? Понятно, что она будет отменить не вариант, и понятно, что вам будет дальше тяжело, если все будет отстоять именно так, как это есть сейчас. Вот именно поэтому я и предлагаю вам действовать через такие вот два подхода. Они, эти подходы, на мой взгляд, не такие уж и сложные, вполне осуществимые, да, понять, что вам нужно от человека, что вы от него получали, и попытаться это восполнить самостоятельно. Может быть, это ощущение, там, легкости, может быть, это ощущение нужности и так далее. Но можно же сделать это самостоятельно, правда? Ну, а главное только немножко поработать над собой, и все будет хорошо. Вот. Именно так, я думаю, можно вам ответить на вопрос. Ну, а если вы уже сами не сможете определить для себя, что и как, например, что и как проявляется у вас, да, то есть как проявляется нуждаемость, например, в мужчине, и как это реализовать самостоятельно, вот это вот вы можете не знать, а если так, то тогда можно будет вам помочь. Забыть человека нельзя. Вы не сможете забыть. Даже если вы память свою собрете, все равно вы будете испытывать какие-то определенные эмоции по отношению к нему. Но вы можете сделать другую, вы можете изменить отношение к нему. И к человеку, и к тому, что у вас сейчас происходит. Вот вы пишите, например, что вам говорится о том, что он не хочет вам делать больно. А сейчас он вам что, больно-больно не делает? Если вам очень тяжело видеть его, если вам очень тяжело вспоминать постоянно те моменты, которые вас с ним объединяли. Разве это не означает, что он вам делает больно? Как-то непонятно. Надеюсь, что вы со мной согласитесь вот в этом плане. Так вот, вы ему и попробуйте сказать, что он уже делает вам больно. Вы попробуйте до него донести, что он уже причиняет вам боль тем, что вы его там, например, видите. И что это за благородство такое, которое вредит вам, совершенно непонятно. Но может быть, стоит выдавать его на договор, чтобы вы лучше понимали, как он к вам относится. Потому что все это напоминает такую, знаете, манипуляцию. Причем манипуляцию довольно такую хорошо скрытую. И, соответственно, если это так, действительно так, то вам, у вас нет другого выбора, кроме как это выяснить для себя и реагировать соответствующим образом. Пожалуй, нет у вас никаких других вариантов, к сожалению. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, отражайтесь в личику. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.